Больше 10 лет в всё тёплое время года Геннадий работает в России. В Стане живёт вместе с бригадой. За это время комнаты успели обжить. Всё необходимое предоставил руководитель кооператива. В России очень хорошо. Потом на поле много, нормально. Наверное, 12 лет здесь было. Я сильно много играл. Но приступить к работе можно только при наличии медицинской книжки. Каждый иностранец должен предоставить её при пересечении границы. А дальше о состоянии здоровья наёмных заботится принимающая сторона. Всех собираем. У нас почти 200 человек. Заказываем автобусы, везём их на станцию привольной крови. Там у них берут отбор на СПИД. В основном проходим нам удобно в железнодорожной больнице. Там все у нас врачи в одном месте. Проходим козовенеролога, нарколога, флюорография. Строгие требования к использованию иностранной рабочей силы прописаны в краевом и государственном постановлениях. Там же указано, что на каждого работника должно быть не менее 6 квадратных метров для проживания. Организовано питание, сбор и утилизация твёрдых бытовых отходов. Мы не должны как допустить заноса извне, то есть привлечь сюда рабочую силу с уже существующими у них, с имеющимися, вернее сказать, у них заболеваниями, так и не допустить, чтобы возникли инфекции из-за того, что не обустроен быт условия проживания, условия труда здесь, этих рабочих на территории России. Четвёртый год подряд иностранцев, их работодатели, представители сельских территорий собирают надзорные органы. Сначала, чтобы напомнить основные требования к привлечению наёмных из-за границы. Следом клядут уже проверки по местам проживания и работы китайцев. Ведь в большинстве именно они трудятся на приморских полях. Работа на земле для местного населения теперь стала непрестижной, хотя и хорошо оплачивается. Та категория населения, которая сегодня поработала, завтра не вышла. И очень большие трудности у предпринимателей именно в этом плане. Потому что, когда начинается одно дело вырастить урожай, а другое дело его собрать и реализовать. Во время рейдов надзорные органы также следят за правилами обработки земли. На территории края есть перечень разрешённых препаратов. За каждое бесконтрольное применение пестицидов придётся ответить по всей строгости закона. Наталья Зайцева, Александр Синельников, Телемикс.